Ни для кого уже не новость, что первый полноценный трейлер, следующий важной главой киновселенной DC под названием Лига Справедливости, уже посетил наши экраны. На меня он произвел огромное впечатление и доказал, что ребята из DC продолжают гнуть свою мрачную и чертовски крутую линию и делают очередной фильм для ценителей, трейлер которого просто переполнен разными интересными деталями. Так что я с удовольствием расчехлил свои ножницы и разрезал эту ленту, чтобы рассказать вам, что нам показали в трейлере Лига Справедливости. Так что не переключайтесь. Всем привет! Если вы такие же заядлые игроманы, как и я, да, это татуировка. И хотите поиграть в GTA 5, Ведьмака, Doom, Fallout и другие новинки игростроя, но вашу плойку никак не подключить к телевизору, а комп еле тянет новые крутые игры на минималках? Не отчаивайтесь, выход есть. Онлайн-сервис PlayKey. Можно, конечно, смотреть, как играют другие на YouTube. Можно накопить на игровой комп, а затем постоянно обновлять его, вкладывая все больше денег в апгрейды. А можно играть прямо сегодня, оформив подписку на PlayKey. PlayKey — это облачная игровая платформа. Благодаря обычному интернету он позволяет запускать игры на максимальных настройках без скачивания и установки на абсолютно любом компьютере и даже на Mac. Играть в облаке так же легко, как и смотреть летсплеи на YouTube, так что хватит смотреть, как играют другие. Сам играй в крутые игры даже со слабого компа. Попробуй PlayKey по ссылке в описании. Начну с того, что обращу ваше внимание на то, что этот фильм пока что замыкает хронологию событий киновселенной. Однако лично с историей каждого члена Лиги Справедливости нас еще не познакомили. За исключением Супермена, которого в трейлере так и не показали. Но мы все знаем, что долго могила его не удержит. События фильма расскажут о вторжении в наш мир гостей из другой галактики, Дарксайда с его армией парадемонов. Пока что сюжет фильма неизвестен, однако мы точно знаем, что Бэтмен соберет под своим мышиным крылом Флэша, Аквамена, Киборга и прекрасную Диану, для того, чтобы отразить атаку инопланетян. Судя по всему, этот фильм будет основан на первом томе Лиги Справедливости в серии Нью-52. Он называется «Начало», и в нем команда впервые объединяется для борьбы с Дарксайдом его парадемонами. Правда, судя по вырезанной с Бэтмен против Супермена сцене, вместо Дарксайда герой фильма встретит его правую руку, Степан Вульфа. Но это вы и без меня знаете. Так что хорош трепаться, или как говорится, «Cut the crap». Поехали! Трейлер начинается с панорамного кадра «Заснеженной Исландии». Брюс Уэйн, словно целая нас к своему прошлому в тибетских горах, скачет верхом сквозь пургу, закутавшись как Хан Соло в пятом эпизоде. По-видимому, он решил пройти весь путь сам. Кажется, что эти холодные места – территория Аквамена, и Брюс идет лично вербовать его в лигу. Но обратите внимание на то, что 75% всего этого кадра занимает Земля, словно намекая на концовку «Бэтмен против Супермена». Возможно, на этих кадрах Уэйн спешит не к королю морей, а в логово криптонского беженца, альма-матер Супермена, в его крепость уединения. В этой тайной комнате Супермен хранит криптонские артефакты и следит за событиями на планете. В большинстве арок комиксов «Человек из стали» она расположена в Арктике. Лошадь в кадре – это весьма интересный момент. Если вы не обратили внимания, то в «Бэтмен против Супермена» лошади символизировали отношение общества к Супермену, добавляя зрителям эмоции. Вначале, после падения небоскреба, мы видели растерянную лошадь в тумане, которая не знала, что ей делать. Во время взрыва в Капитолии лошадь встала на дыбы, добавив нам тревоги. И даже финальные сцены похорон Супермена показывали, как лошади несут его гроб, символично напоминая о том, что общество приняло человека из стали. Но, несмотря на то, что «Бэтмен против Супермена» изобиловал лошадьми, мы ни разу не видели тот самый легендарный каноничный вид Брюса верхом. И уже с первых кадров этого трейлера становится понятен подход Снайдера к фильму. «Брюс верхом на лошади» – это очередной символизм. «Бэтмен» продолжает идеологию Супермена, и самопожертвование Криптонца дает ему достаточно мотивации для поиска мета-людей собственными силами, как вы видите, верхом. И снова невозможно не заметить параллели с первой частью трилогии Нолана. Неопытный молодой Брюс смотрел на свою цель с подножьем, а тут перед нами предстает уже прошедший через испытания первого фильма Уэйн, возвышаясь над рыбацким поселением. Именно в этом поселении мы и видели Брюса в первом тизере фильма, разбор которого также есть на моем канале. Затем нам показывают Сайлоса Стоуна в исполнении Джо Мортона, который может быть знаком вам как главный программист компании Cyberdyne, запустивший катастрофическую сеть Skynet. Интересный каст того, кто создаст киборга. Его мы уже видели в коротком камео среди файлов Лекса Лютера в «Бэтмен против Супермена». Он работает в Star Labs, где мы и видели его в том видео, в котором он записывал попытки спасти своего сына Виктора Стоуна. Его старания были напрасны, пока таинственная коробка, оставленная пришельцами из других миров, не помогла сделать из него знакомого нам киборга. Кстати, о коробке. Ее можно заметить в темном углу квартиры Стоуна, рядом с кубками Виктора. Это материнская коробка. Таких коробок три. Одна у людей, вторая у Амазонок и третья у Атлантийцев, жителей морей. Они мощнейшие артефакты, способные на всевозможные манипуляции с пространственно-временным континуумом, от телепортации до регенерации. За ними и будет охотиться главный злодей вселенной. Судя по тому, что полученные трудом награды собирают пыль, событие наверняка происходит после катастрофы, произошедшей с Хиборгом, что и подтверждает парадемон в следующем кадре. Мы уже видели этих созданий в сцене видения Бэтмена. Они являются миньонами Дарксейда или же его пушечным мясом, и наши герои будут раскидывать их пачками. Однако, Доктор Стоун не супергерой, и скорее всего, этот парадемон сумеет похитить его. Затем мы видим встречу Дианы и Брюса. Обратите внимание на его лицо. Нет, я люблю Бэна Африка, он отличный актер, но это выражение лица меня сразило на повал. Из-за расплывшейся улыбки кажется, будто он сейчас расплачется. Чем-то напомнила мне Киру Найтли, она тоже не то рыдает, не то смеется. И после того, как Диана спрашивает Брюса, где другие, мы слышим анонс всего состава лиги. И в этот раз снова не обошлось без The White Stripes. На фоне начинает играть песня Hardest Button to Button. И мы видим брутального Артура Карри. Он Аквамен, подводный рыцарь, работающий за спасибо в виде выпивки. Супер-алкаш, который отказал Брюсу при первом визите. Однако, очевидно, сказал «да» позже. Мне кажется, что его образ в киновселенной был вдохновлен Росомахой. Брутальный мужик с трудным характером, налегающий на выпивку. Да еще и выглядит он точно как вокалист металл-банды. Затем мы видим Виктора Стоуна, известного как Киборг. Он, очевидно, пытается спрятаться под капюшоном в этом кадре. Однако, светящиеся огни явно его выдают. Несмотря на то, что его тело снова в порядке, но все-таки сложно сказать, каким психологическим испытанием для него окажется такое превращение в Робокопа. Скорее всего, в этой сцене по его душу пришел Брюс. В следующем кадре он держит материнскую коробку. Она, как оказалось, достаточно большая. И это не та, что мы видели в прошлом трейлере. То есть, нам показали все три коробки в трейлерах. Ну, Warner Bros. в своем репертуаре. Не то, что ребята из Marvel, которые даже не показали нам все Камни Бесконечности в своих фильмах. Кажется, что в этом кадре Виктор только что приземлился. Даже пыль не успела осесть. Интересно, куда он примчался? Может быть, на встречу Лиги с комиссаром Джимом Гордоном, которого, как вы уже наверняка знаете, играет бывший Джей Джона Джеймсон, Джей Кей Симмонс. Обратите внимание на то, как Киборг выскочил из двери, выстрелив в какие-то падающие обломки своей каноничной звуковой пушки. Видимо, что-то случилось на крыше этого здания. И он только что спас стоявших у входа людей. А судя по одежде этого темнокожего мужчины, это отец Виктора, Сайлас Стоун. На нем тот же коричневый плащ, синяя рубашка и зеленый галстук. А значит, что место действия этой сцены и есть лаборатория Star Labs. Затем мы снова видим, как Киборг спасает в этот раз полицейского от летящего танка. Интересно, что за чертовщина тут происходит? Судя по белому зданию и надписи «Метрополис» на полицейской машине, это тот самый парк из «Бэтмен против Супермена». Следом нам показывают гиковское логово Барри, и можно сравнить изменения со времен первого футажа. Картинка стала сочной и более яркой. А затем мы видим бегущего Барри в Спидфорсе, покрытого голубыми молниями, как сведельник. По канону цвет его молний – желтый, но, очевидно, Снайдер их перекрасил, чтобы их цвет соответствовал холодному тону картины. А может быть, чтобы отличаться от Седаба? Вообще, в комиксах цвет молнии Спидстеров зависит от разных факторов. И желтый – это естественный цвет, натуральный, без примесей и консервантов. А вот синие молнии появлялись от препарата, дававшего силу скорости «Скорость 9», изобретенного вандалом Сэвиджем. Но я не думаю, что этот бессмертный злодей составит компанию Дарксейду и Степенвульфу. Не могу не отметить, что флэш Эзры просто прекрасен. Это я еще понял по мини-тизеру. Кстати, что я еще понял по нему, так это то, что Барри практикует восточное боевое единоборство, или философию. Посмотрите на его стойку и руки. Самое то для замкнутого спидстера-интроверта. Ну и затем мы видим Бэтмена за нашим любимым занятием – раздачей по щам. Обратите внимание на то, как он это делает. Его грациозный полет и кувырок с бросанием бомбы чертовски сильно похож на боевку из лучшей супергеройской игровой серии «Арка». Но это неудивительно после той драки в порту, которая идеально повторяла видеоигровую механику. Обратите внимание на то, как Зак Снайдер умудряется отдать дань классике даже в секундном полете. Картинка очень похожа на обложку комикса «Детектив комикс номер 27» 1939 года, в котором впервые появился Бэтмен. Я очень рад появлению парадемонов, потому что теперь наш брутальный Бэтс… Ой, нет, не этот кадр. Вот так лучше. Теперь наш брутальный Бэтс может взрывать и разрывать на части своих врагов с гораздо большим энтузиазмом. А зрители не будут возмущены тем, что Бэтмен убивает. И следом идет представление героев. И вот тут мне захотелось расцеловать Зака Снайдера. Цвет, фон, расположение героев – эту отсылку не увидел только Мэтт Мердок. Если в фильме будет такой же общий кадр, как и во вступлении мультфильма 2001 года, я буду аплодировать стоя. И, конечно же, нельзя не отметить игру Эзры. Несмотря на его способности, это будет самый приближенный к реальности персонаж. Когда все стоят с лицами полными пафоса, он не может сдержать восторг от происходящего и улыбается во все 32 зуба. Его повернутое к Диане счастливое лицо как нельзя лучше передает его характер. Я уже говорил о самом брутальном Аквамэне. Ну, скажу еще раз. А еще скажу, что несмотря на то, что эта сцена явно была сделана ради отсылки к мультсериалу, очевидно, герои находятся в каком-то месте с желтыми небесами. Либо это закат, либо это то самое место из видения Бэтмена. И тут самое время для теории. Как вы знаете, Супермен погиб в конце предыдущего фильма. Однако взлетевшие в последний момент камни с его гроба однозначно дали понять, что его криптонское сердце еще работает. Но в трейлере Лиги его не показали. А судя по концептам и утекшим фотографиям со съемок Лиги, он появится в новом, гораздо более брутальном образе. Как я уже не раз говорил в своих разборах, Супермен вернется, но в другом обличии. С длинными волосами, бородой и в новом черном костюме. Волосы борода отрастут, пока он будет приходить в себя в гробу. А вот с костюма может выйти нечто другое. Как мы с вами помним, его тело находится в гробу Кларка Кенда, а костюм захоронен в другом месте. Так вот, возможно, придя в себя, Кларк потеряет память, и Дарксайд или Степен Вольф сумеет найти его, дать ему костюм и подчинить своей воле. И Супермен не появляется в трейлере, потому что именно он является главным злодеем фильма. Он нападет на Землю с парадемонами и окажется невероятно сильным даже для Лиги. Супермен и Дарксайд захватят власть на планете и начнут процесс ее терраформирования для создания условий, близких к планете Апоколипс. По канону Дарксайд вторгался на остров Тимискира, чтобы открыть секрет местонахождения олимпийских богов, планировать свергнуть олимпийцев и забрать их силу. Амазонки начали войну с войсками его парадемонов, в результате чего половина населения амазонок погибла. В трейлере мы также видели нечто похожее на это событие. Обратите внимание на огненные столбы и полосы на Земле, которые явно говорят о терраформинге. Очевидно, это флэшбэк с тех времен, когда Дарксайд пытался вторгнуться в Тимискиру. Он потерпел поражение. Возможно, об этом будет рассказывать Диана Брюсу во время планирования их миссии. В видении Бэтмена мы как раз видели такие же огненные столбы, которые и могут быть результатом терраформирования нашей планеты. И оранжевые небеса позади героев также может говорить о том, что процесс запущен, и им совсем скоро предстоит битва с Суперменом. Из этого введения мы также узнали, что Супермен винит Бэтмена, очевидно в смерти кого-то дорогого ему. И это, несомненно, Лоис Лейн. Вероятно, ему вернулась часть его памяти, но к этому времени Лоис уже мертва. Злой Супермен, очевидно, сумел одолеть всех героев, кроме одного, того, которого не смог догнать. Скорее всего, флэш понял о том, что смерть Лоис оказала сильное влияние на Супермена, и именно она смогла бы вернуть его. Узнав истинные способности Спидфорса, он сконструировал новый костюм и вернулся в прошлое, чтобы рассказать Брюсу о том, что ключ ко всему Лоис Лейн. Только ее любовь способна растопить ледяное сердце злого Супермена и вернуть ему память. Но, судя по его словам, он пришел слишком рано. Но рано ли? Конечно, нет. Брюс будет помнить о том, что Лоис ключ, и, скорее всего, спрячет ее в безопасном месте, чтобы вернуть Супермена на свою сторону в конце фильма. Ну, это всего лишь мои догадки. Так что, поехали дальше. Следом, мы видим, что и Аквамен любит раздавать по щам. Он грациозно подпрыгивает, бросая свой трезубец, словно копье, и пронзает сразу двух парадемонов. Здесь же можно разглядеть его костюм, и он просто офигенный. Цвет, форма, материал, все выглядит просто бесподобно. Кстати, такое насаживание парадемонов на трезубец напомнило мне знакомство с Акваменом в том же самом первом томе Лиги Справедливости Начало. И затем мы видим подсечку Дианы. Она тоже раздает по щам каким-то ребятам в дорогих костюмах и перчатках. Возможно, это наемники Лекса Лютера, ведь он точно будет мстить. И, возможно, как раз после неудачи этих обычных киллеров, он и пошлет Дев Строка, которого мы видели внутри летающего Лиса, самолета Бэтмена. И следом мы видим, как Киборг входит в режим Железного Человека. Да, конечно же, такое надевание маски напомнило мне Тони Старка. Однако и на Дэдшота чем-то его маска похожа. Нельзя не обратить внимание также и на схожесть Киборга с парадемонами. Из материалов Лекса Лютера можно было сделать вывод, что материнская коробка не просто так восстановила конечности Киборга. Она разобралась и слилась с его телом, дав ему суперспособности. Поэтому неудивительно, что его образ напоминает парадемона. Интересно только, сильно ли это повлияет на его психику? Может быть, инопланетные технологии по Коллепсе начнут склонять его на свою сторону? И следом он вылетает из облаков в тихое ночное лунное небо. Это напомнило полет Бэткрыла из фильма Тима Бёртона 1989 года. Затем мы видим расширенный кадр из предыдущего тизера. В предыдущем обзоре я предположил, что это может быть тренировка Флэша с Киборгом. Однако я ошибался. Он уворачивается от огня парадемона и использует свою силу скорости, чтобы познакомить его со стеной в соседней комнате. И следом нам показывают встречу Флэша с Брюсом Уэйном в его Бэтмобиле. Посмотрите, как сильно она похожа на встречу Питера Паркера с Тони Старком. Уэйн тоже шутит в конце этой сцены, акцентируя внимание на излюбленную тему читателей комиксов. Да, он в курсе, что у него нет суперспособностей, но это компенсируется толщиной его кошелька. Да, DC тоже умеет шутить, причем весьма недурно. Так что мрачную картинку однозначно разбавят такие вот смешные моменты. Ну, об этом говорил Зак Снайдер еще задолго до выхода «Бэтмен против Супермена». И далее мы видим то, о чем я говорил еще в первом разборе. Новое транспортное средство Бэтмена – «Ночной змей» или «Найткроллер». Ничего общего с синим немецким мутантом он не имеет, кроме названия. «Найткроллер» – это шагающий танк Бэтмена, который способен добираться до труднодоступных мест на своих лапах. Посмотрите, как интересно меняется ракурс камеры, когда Бэтс садится за руль. «Найткроллер» – не единственное новое транспортное средство, которое мы увидим в Лиге. У Бэтмена также появится огромный летающий корабль, гораздо больше Бэт-крыла, под названием «Летающий лис» или «Флайн Фокс». Его мы видели в персональном промо-ролике Дианы, и выглядит он внушительно. Его центра операции «Темного рыцаря» и будет происходить часть действий фильма. Саундтрек сменяется, и на фоне начинает играть кавер песни Битлз «Come Together» в исполнении группы «Годсмэк». Сама фраза «Come Together» переводится как «Объединяйтесь», что идеально точно повторяет лозунг этого фильма. Правда, вот в этом трейлере нам показывают другую известную фразу «Justice for all». И я моментально ощутил прилив ностальгии, вспомнив альбом моей самой любимой группы «Металлика», который я заслушал до дыр в своем кассетном плеере. Эта фраза переводится как «Правосудие для всех», и именно ей заканчивается клятва верности флагу США. Так что это не только символично, но и достаточно патриотично. Майкл Бэй одобряет. Затем мы видим динамичную нарезку экшн-кадров в тех катакомбах или канализации, где мы уже не раз видели героев. Очевидно, где-то здесь находятся ули парадемонов. И снова повторяемые слова с первого разбора, это чертовски канонично, ведь именно в канализации Бэтмен и Зелёный Фонарь нашли парадемона с материнской коробкой. Пока что Зелёный Фонарь прячется в тени, но неужели экранизация Лиги может быть без него? Я так не думаю. В Бэтмен против Супермена была пасхалка, намекающая на его появление. Возможно, и в Лиге, если не полноценное появление, то как минимум камео фонаря точно состоится. Затем нам снова показывают предысторию Киборга. Он играет в американский футбол за Готом. И снова кадр копирует страницу из первого выпуска Лиги Нью-52. Следом идёт момент, который мы уже видели в футаже со съёмок, который я выкладывал место похоже на пещеру. Кстати, это может быть логовом Степенвульфа. Диана бьёт браслетами по своему счету, и монтажная склейка делает своё дело, убеждая нас в том, что эта синяя вспышка её рук дело. Но судя по ландшафту этих мест, которые точно не похожи на пещеру, причина синего взрыва кроется в чём-то другом, пока что скрытом от зрителя. А в этой сцене входа в Спидфорс, если сделать стоп-кадр, можно увидеть двойной силуэт Флэша. Кто-то мог подумать, что это обратный Флэш пытается его удержать. Но это точно бред. Если Реверс появится, то как главный злодей в Соннике Флэша, ведь в Лиге он сместил бы баланс в сторону Спидстера. Так что, скорее всего, это лишь оптическая иллюзия. А вот и Лоис. Интересно, куда направлен её взгляд? Возможно, на одного из членов Лиги, который и уговорит её спрятаться в укромном месте. И далее мы видим очередную жирнющую библейскую отсылку, от которой в этот раз Ридли Скотт льёт скупые слёзы. Аквамен останавливает или даже разделяет поток воды, словно Моисей с библейской мифологией. Кстати, обратите внимание на помещение. Оно очень похоже на интерьер летающего лица. Неужели он способен опускаться под воду? Ну, судя по моему первому разбору, вполне. Следом нам показывают прекрасную жену Аквамена, Меру в исполнении Эмбер Хёрд. И она выглядит великолепно в этом царском наряде. За ней виднеются два телохранителя и материнская коробка атлантийцев. И затем мы видим, что нас ждёт очень трогательный момент с Барри и его отцом. Будет приятно видеть драматичную часть персонажа, который большую часть времени старается быть весёлым. Интересно, остался ли Ориджин Барри нетронутым, и его отец Генри отбывает срок за убийство жены? Или он сидит за что-то другое? Кстати, в Седавовском сериале была точно такая же сцена с касанием стекла с двух сторон. Но, скорее всего, остальные сюжетные детали будут кардинально отличаться. Бедный Билли Крадоб, он вечно застревает за стеклом в фильмах Снайдера. А вот одежда Барри подсказывает мне, что сразу после этой сцены Спитстер пойдёт домой, где на его втором любимом кресле ждёт Брюс Уэйн. Обратите внимание на прическу отца Барри. Форма его волос явно умышленно сделана похожей на каску Джея Гаррика, первого флэша, появившегося во вселенной DC. Именно ему на замену пришёл Барри Аллен, перенеся историю Джея в параллельную вселенную. Затем мы видим флэшбэк нападения на Тимискирум, судя по гигантской армии амазонок против парадемонов. И не говорите мне, что вы не захотели пересмотреть «Властелин колец» после этого кадра. Я точно захотел. А вот тут Бэтмен в крутых очках, который делает его похожим на ночного филина, пускает в ход свой Бэтмобиль. Да, техники в этом фильме будет хоть отбавлять. Летающий лис, ночной змей, бэт-крыло, бэтмобиль и киборг. И следом мы видим, как Диана снимает двух парадемонов с Бэтмобиля в каком-то незнакомом месте. А судя по зданиям, мне хочется предположить, что это сражение происходит в России. Мы видели, как флэш летел как молния посреди таких же хрущевок. Теперь Диана с Бэтменом. Ну а в конце трейлера мы увидим Аквамена, оседлавшего Бэтмобиль как серфер, и киборга, летящего неподалеку. Так что очевидно, что в этом месте будет просто эпическая супергеройская битва. Хорошо, что злодея пока что не засветили. А в этом кадре мы видим киборга и флэша в каком-то, похожем на лабораторию, помещении. Обратите внимание на лицо Виктора. Его человеческий глаз в слезах. Вероятно, в этот момент с его отцом Сайлосом произошла беда прямо в офисе Star Labs. Следом нам показывают, как Аквамен уворачивается от штуки, похожей на топор с длинной рукоятью. Именно такое оружие использует Степен Вульф, так что их сватку мы точно увидим в фильме. А это должно быть просто мега эпично. Затем снова флэш входит в спидфорс, и если посмотреть на него с замедленной скоростью, то можно заметить интересную деталь. Его прозрачный силуэт. Этот эффект называют эффектом звукового остатка. Флэш передвигается с такой скоростью, что воздух не успевает встать на его место, переполнено ненависти. Очевидно, этот момент даст старт очень крутой сцене сражения в замедлении. Интересно, какой саундтрек выберут создатели. Следом мы видим, как троица наших героев готовятся начать битву в каком-то месте, похожем на корабль пришельцев. Диана, как обычно, прилетела сверху. Правда, вот начало ее падения из другой сцены. Она явно приземляется рядом с флэшем. Видимо, в фильме она будет периодически так внезапно появляться. Посмотрите, как Дернл Саквамен при ее приземлении. Неужели он испугался? Встречу героев с Джимом Гордоном. Скорее всего, встреча происходит в Готэме. Однако, впереди за речкой определенно точно виднеется Метрополис. Сцена чертовски канонична. И можно еще раз разглядеть костюм Аквамена. На его поясе виднеется знакомый символ. Буква А. Интересно, будет ли в фильме диалог об этой бляхе? Наподобие той, что был в Человеке из Стали. Фраза Джима тоже очень интересна. Он подмечает, что Бэтмен снова уживается с другими. Напоминая ему и нам о том, что его бывший напарник, Джейсон Тодд, известный как Робин, погиб от рук Джокера, сделав из Бэтмена бескомпромиссного борца с преступностью. Возможно, именно эта трагедия, пошатнув психику Брюса, заставила отказаться от принципов и начать убивать. Ну что ж, это были все интересные детали, которые мне удалось для вас найти. Если же вы увидели что-то еще, то не забудьте написать мне об этом в комментариях. Ну и, конечно же, ставьте свой справедливый лайк, если вам понравился этот разбор. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Наш канал Cut the Crack. Мы режем киноленты.